Когда выбирают седан премиальной марки, то обычно в первую очередь смотрят на немецкую тройку Audi, BMW, Mercedes, а также на пару японских премиальных брендов. В этом же сегменте есть чудаковатые итальянцы-французы, а также скучные шведы. И только после того, как потенциальный покупатель осмотрел все эти машины, они обращают внимание на англичан. Сегодня мы не будем рассказывать про Bentley или Rolls-Royce. Сегодня мы распробуем Jaguar. В комментариях вы часто спрашиваете, на чем же ездит лысый? Лысый ездит на нем. Давайте последний раз вспомним шутку. Почему владельцы Jaguar и Range Rover не здороваются в обед? Да-да, потому что они утром виделись на сервисе. Но на самом деле создатели Jaguar XF очень хорошо постарались. Это седан классической заднеприводной компоновки, который был создан на базе своего предшественника сырого, как английская погода, Jaguar S-Type. Действительно, запчастей от Ford в нем не так много, но подвеска практически вся заимствована у пучеглазого S-Type. Кстати, Jaguar XF не является эксклюзивом на разборках. Например, на складе компании «АвтоСтронг» примерно 450 деталей и агрегатов для этого автомобиля. Так что если что-то сломалось или разбилось, милости просим. А наш разбор мы начнем с двигателей. Я уверен, что многие из вас примерно представляют, что под капотами этих автомобилей. Итак, поехали. Если вы хотите Jaguar XF с экономичным двигателем и на механике, то не по адресу. С момента старта продаж в 2008 году эти автомобили были доступны только с V6 и V8 и шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Четырехцилиндровые двигатели стали доступны после рестайлинга. Самый популярный двигатель – это трехлитровый бензиновый V6. Это надежный проверенный старый мотор с двумя цепями в приводе ГРМ, с фазовращателями на каждом из четырех распредвалов и без гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Из недостатков высокий расход топлива и лопается патрубок-разветвитель системы охлаждения. Цена патрубка – $130. От него буквально отваливаются многочисленные боковые штуцеры. Говорят, чтобы продлить жизнь этому патрубку, нужно менять крышку расширительного бачка раз в год. Там залипает клапан. Когда клапан залипает, возрастает давление в системе охлаждения. И тогда может лопнуть расширительный бачок. И без того слабый радиатор охлаждения двигателя. Цена – $11. А если этот двигатель начал жаловаться на бедную смесь, то подсосы воздуха надо искать в прокладках пускного коллектора и уплотнителях форсунок. Егор XF совсем недолго, буквально один год, выпускался с двигателем 4.2 V8. Есть атмосферная и компрессорная версия. Этот двигатель очень схож с 3-литровым бензиновым V6. Проблемы у них одинаковые. То есть по части системы охлаждения, проблемы с подсосом воздуха и с высоким расходом топлива. Компрессорный 3-литровый V6 является младшим родственником 5-литрового V8. У этих двигателей практически одинаковое навесное оборудование и одинаковые блоки. Знаете, что сделали англичане, чтобы превратить V8 в V6? Они заглушили пару цилиндров ради унификации и экономии. И поэтому получился не совсем рациональный для такого объема двигатель с развалом полублока в 90 градусов и большим коленвалом с шестью коренными шейками. Зато в развале блока полно места для приводного нагнетателя Roots и системы охлаждения. Эти V6 и V8 с чугунными гильзами очень надежны и продуманы. Не то, что V6 и V8 от немецких конкурентов, которые еле выхаживали гарантийный срок. Не будем показывать пальцем и улыбаться. А двигатели Jaguar действительно продуманы, надежны, их сложно перегреть и довести до задиров. Одни из самых популярных двигателей под капотами Jaguar XF являются битурбированные дизельные V6 объемом 2,7 и 3 литра. Это французские двигатели для Peugeot и Citroёn, на которые мы делали подробный обзор. Кому интересно, кликайте по ссылке и смотрите. 3-литровый двигатель пришел на смену 2,7-литровому в мае 2010 года. Эти двигатели экономичны, а мотор, который развивает 275 лошадиных сил, едет ничуть не хуже компрессорного V6. Но есть большой риск нарваться на Jaguar XF с проблемами в двигателе по части давления масла. Если двигатель подозрительно чавкает гидрокомпенсаторами, то стоит отказаться от покупки. Надо померить давление масла. Если на холостом ходу насос давит менее 1,2 бара, то это чревато очень большими проблемами вплоть до поломки коленвала. Лучше брать XF после 2010 года. Там установлен новый более производительный маслонасос, который и давит больше, и не имеет проблем по части течи масла по сальнику. А если вы эксплуатируете такой Jaguar с дизельным двигателем, то тогда обязательно раз в год промывайте радиаторы системы охлаждения. В августе 2011 года Jaguar XF пережил рестайлинг и обзавелся 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем. Это тоже французский мотор. Двигатель TDI4 является продольной версией двигателя 2,2 HDI, который устанавливали на Peugeot, Citroёn и Ford. Мы, кстати, делали подробный обзор этого двигателя, поэтому, кому интересно, кликайте по ссылочке, смотрите. А сейчас мы не будем подробно на этом двигателе останавливаться, потому что 2,2-литровых Jaguar XF встречается очень мало в наших широтах. Поговорим лучше о более актуальной четверке для Jaguar XF. В конце 2012 года Jaguar XF получил, наконец, четырехцилиндровый бензиновый турбомотор. По сути, этот турбомотор был разработан компанией Mazda, а нам широко известен как 2.0 EcoBoost. Большинство владельцев Jaguar выбрали именно его, а потом, как в шутке, встречались они на сервисе. Оказалось, что 2-литровый турбомотор перегревался от спортивной езды, имел проблемы с впрыском топлива и страдал от загадочного явления LSPI – преждевременное воспламенение смеси. То ли масло 0W20 было тому виной, то ли топливной карты производитель толком и сам не знал, в чем проблема. 2-литровые четверки, все как один, лишались поршня третьего цилиндра. Поршень буквально отбрасывал перегородки между кольцами. Вроде бы моторы с 2014 года уже не страдали этой проблемой. Вы не найдете в продаже Jaguar XF с механической коробкой переключения передач. Все эти машины двухпедальные. Двигатели подружены с коробками ZF. Сначала 6HP26, как в этом автомобиле. После 2010 года 6HP32, затем после рестайлинга 8HP45 и 8HP70. Кстати, на 6HP26 у нас есть подробный обзор, посмотрите его по этой ссылочке. Эти КПП нуждаются в хорошем охлаждении, чего Jaguar никак не может им предоставить. В трехлитровом бензиновом V6 антифриз попадает из расширительного бачка в теплообменник и охлаждает АТФ. А вот в дизельных V6 и компрессорных бензиновых V6 жидкость антифриз из основного радиатора охлаждения двигателя попадает в дополнительный радиатор. И только оттуда дважды охлажденная жидкость попадает в теплообменник. Схема так себе. Почему нельзя было сразу охлаждать АТФ в отдельном радиаторе охлаждения? Дополнительный радиатор постоянно покрыт пухом, песком, грязью. Если это так, то проще радиатор заменить. Перегрев и постоянно проскальзывающий гидротрансформатор – это основные факторы риска для здоровья этой трансмиссии. Если вы не знаете, в каком состоянии радиатор, то не надо отжигать на этом автомобиле. Чем быстрее вы ездите, тем чаще меняйте трансмиссионную жидкость и не забывайте про резиновые расходники между гидроблоком и корпусом. Трансмиссии 8HP работают быстрее и даже надежнее, чем старые 6HP. Но не забывайте про радиатор охлаждения. Jaguar XF первого поколения может иметь полный привод только в паре с компрессорным V6. За отбор мощности на передние колеса отвечает многодисковая муфта, погруженная в масляную ванну. Такие муфты используются в трансмиссии X-Drive для BMW. Только в Jaguar вместо цепного привода – зубчатый. Менять масло в муфте надо каждые 50 000 км. Муфта служит хорошо, однако откровенная езда с отжигами и дрифтом приводит к износу её фрикционов, износу механизма блокировки муфты, а также проворачиванию шлицов переднего кардана. Все кузовные панели Jaguar XF имеют однослойную оцинковку, и это обнадёживает. Но всё чаще на кузовах этих машин обнаруживаются сколы краски целыми хлопьями и сколы оцинковки. Это происходит обычно в местах скопления грязи. Это результат не лучшей окраски кузова на заводе. Также краска на этих автомобилях под этим хромированным молдингом вспучивается, туда попадает влага и плохо сохнет. Если на вашей машине краска ещё не вспучилась, то надо снять этот хромированный молдинг и обработать поверхность антикоррозийным составом. Jaguar XF оснащён обогревом лобового стекла по всей площади. Иногда нити обогрева с водительской либо пассажирской стороны перестают работать. В этом случае надо проверить предохранители обогрева. Их реле может быть одно или два, но реже окисляются контакты нитей в нижней части лобового стекла. По передним фарам, как по годовым кольцам, можно определить возраст автомобиля. Поликарбонатные стекла мутнеют. Также на боковинах фар образуются трещинки в виде паутины, которые полиролью не убираются. Также слепнут линзы и слезает хром с их бленды. Так что пристально смотрите в глаза выбираемому на вторичке автомобилю. Этот взгляд может о многом рассказать. Опциональный сервопривод багажника Jaguar XF может отключиться. Как правило, это происходит зимой. Причина понятная – обрыв проводов жгута багажника. Провода рвутся об острый край на входе в крышку. Многие Jaguar XF частенько заводят пруд в багажнике, который быстро приводит в негодность опциональный сабвуфер. Говорят, что англичане выпустили целый мануал, где перечислили аж шесть причин, откуда берется вода в багажнике. Это и уплотнители задних фонарей, и уплотнитель багажника, и решетки обратных клапанов системы вентиляции, которые находятся за щеками бампера. Для устранения бреши надо загерметизировать периметр решеток этих клапанов. Салон Jaguar XF выполнен в английском стиле, то есть радует качеством отделки на долгие годы. По всей панели распластана алюминиевая пластина с очень приятной фактурой, которая соседствует с отделкой из дерева. Но выглядит это как пластик, а не как массив. А еще здесь очень много покраски серебрянкой. Странное сочетание. А местами видны далекие от идеала стыки. Но в целом же салон XF после многих лет эксплуатации вид имеет вид. Мультимедиа Jaguar XF мы обсуждать не будем. Она выглядит и работает как сырая бета-версия нормальной немецкой мультимедии. Но мы посмотрели на одной из торговых площадок, что мастера с берегов реки Янзы предлагают мультимедию с большим вертикальным экраном, как у Tesla. О фишках салона Jaguar XF всем давно всё известно. Шайба поднимается из центральной консоли при запуске двигателя. Но всё больше машины-владельцев сталкиваются с проблемой, что шайба заклинивает в режиме D. Заглушить машину в таком случае можно, но завести нельзя. Поэтому надо механически включать нейтраль и, если это случилось далеко от дома, буксировать машину на станцию. Эта неполадка возникает из-за проблем с питанием запирающего соленоида на электронной плате селектора. Надо снять всю плату и пропаять контакты питания соленоида. После запуска мотора в боевое положение разворачиваются дефлекторы системы вентиляции, но со временем они перестают это делать. К счастью, причина чисто механическая – износ вот такой соединительной муфты, которая стоит между корпусом дефлектора и электромоторчиком. По этой крышкой находится токораспределительная коробка. На дорестайловых автомобилях проблемы с ней случаются разные. На дорестайловых автомобилях сюда может попасть вода, и тогда перестанет работать все отопление, климат-контроль и подогревы. А на рестайловых этот блок сделан менее качественно, и проблемы с ним начинаются после отключения батареи. Сначала автомобиль перестанет реагировать на пульт дистанционного управления, затем перестанет видеть ключ и заводиться. Тогда без крутого хакера вам просто не обойтись. Ну а нам пора направляться в дорогу. Напомним, что у «АвтоСтронга» есть ещё бренд «МотоСтронг», который продаёт отличные мотоциклы. Все байки мы сами выбираем и привозим из Европы и продаём с полным комплектом документов. Все ссылочки и подробности в описании. Обращайтесь. Ну а сейчас мы едем за 200 километров от Минска в город Берёза на СТО, чтобы поднять автомобиль на подъёмнике и рассказать более подробно о нём. А теперь коснёмся ездовых качеств. Jaguar XF – седан бизнес-класса и очень комфортный автомобиль. Марка Jaguar почти 100 лет делает спортивные автомобили. И Jaguar XF не обделён этим спортивным характером. Поэтому, когда мне надо ускориться, Jaguar ничуть этому не противится. При этом расход при 130 километрах в час всего 7 литров солярки. В городе стабильные 11. И это при двух турбинах мощностью 275 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 106 секунд. Мы приехали на СТО «Берёза Автосервис». Город Берёза. Эта станция входит в состав самой крупной сети СТО на территории Беларуси – «Солид Автосервис». На данной современной СТО вы можете получить полный спектр услуг – развал схождения, диагностика топливной аппаратуры, ремонт двигателя, замена масла в механической и автоматической коробках и многое другое. По давней британской традиции днище Jaguar очень плохо защищено от коррозии. Она образовывается на подрамниках под пластиковыми панелями, которые прикручены к кузову. Не исключено, что через пару лет много Jaguar XF поедет на переварку порогов и зачистку сварных швов. Поэтому за днищем этой кошки надо следить. Замечено, что тормозные шланги уже после 10 лет эксплуатации обрастают трещинами. Их надо менять превентивно, не дожидаясь проблем. Передняя подвеска на двух поперечных рычагах. Верхние рычаги служат хорошо. Рычаг идет в сборе вместе с сайлентблоками и запрессованной шаровой опорой. Чаще всего замены и реставрации требует нижний передний рычаг. Его сайлентблок детализируется отдельно и существует только в оригинале. Цена – 80 долларов. Рычаг к поворотному кулаку крепится через стулку с пластиковой обоймой, которая отдельно не продается. Оригинальный рычаг стоит 230 долларов. Качественный заменитель немного дешевле. Поэтому вы не поверите, что сервисмены и владельцы придумали, как заменить эту втулку на подходящий сайлентблок. Правда, приходится растачивать отверстие большего диаметра в рычаге. Решение так себе и небезопасное. Передние подшипники для Jaguar XF идут в сборе со ступицей и датчиком ABS. По оригиналу цена – 400 долларов. Рулевая рейка на Jaguar XF у азартных водителей начинает стучать уже к пробегу в 100 тысяч километров. Но она себя кроме стука никак не проявляет. А вот патрубки становятся источником течи, прямо как в нашем случае. Завальцовка здесь подвела. Поэтому трубки высокого давления надо осматривать и проверять уровень жидкости. Саму жидкость надо менять почаще, что отсрочит стук к вашей рулевой рейке. Сзади у Jaguar XF по два рычага на каждое колесо. Это тоже наследие S-Type и купе XK. По отдельности, по оригиналу сайлентблоков не существует, зато хватает предложений по качественному и недорогому неоригиналу. Цена оригинальных рычагов за пару на одну сторону – 500 долларов. Задний редуктор в Jaguar XF – источник хлопот. В самых запущенных случаях из него масло льется рекой и даже попадает на бампер. Но это не продолжается долго, потому что там плещется всего лишь 1 литр масла. На машинах, выпущенных до 2009 года, по отзывной компании меняли редуктор кардан полуоси, потому что нарушалась соосность приводов. Проблему увеличивает крохотный сапун, который засоряется и при нагрузках и нагреве в корпусе редуктора образуется давление, которое выдавливает масло через сальники. Решили продиагностировать подвеску. Тем более, что здесь такой крутой вибростенд. Александр, что скажете по моему автомобилю? Что я скажу? При пробеге 130 тысяч километров критичного, ничего здесь нет. Небольшой люфт на верхней шаровой с правой стороны. Маленькая дырочка в пыльнике рулевой рейки. Желательно заменить, так как будет попадать влага и грязь, что приведет к выводу из строя. И небольшое запотевание масла на трубках высокого давления, на рулевой рейке также. Что можно заменить? Заменить просто уплотнительными кольцами. То есть это недорого? Это недорого, да. Относительно все. И по развалу давайте? Да. И провели диагностику развал-схождения. Все у нас в зеленой зоне. Нигде нету никаких искажений ни по кузову, ни по подвеске. То есть лысый смотрит за машиной. Все, спасибо. Что можно сказать в конце? Jaguar XF – добротный автомобиль и не надо смеяться над его английским происхождением. Много интересных вариантов по двигателям, надежные коробки ZF. Поэтому его стоит рассматривать к приобретению на уровне автомобилей большой немецкой тройки BMW, Audi, Mercedes.